Теперь давайте подумаем. Еще пара циклическая. Ставим общую задачу. Не то, что мы пытаемся сейчас по максимуму использовать теорию Гаоса, а ставим перед собой такую задачу. Есть произвольное, но правильное число. Берем обративные элементы кольца, вычетав по моду К. Количество этих элементов, это, конечно, будет фи от К штук. Это понятно. Но интересный вопрос. Каким может быть К? Мы уже поняли, чтобы вот эта группа была циклическая. Мы уже поняли, что если К это П в степени Н, или 2 умножить на П в степени Н, где П больше 2, и П простое число, то действительно циклическое. Есть еще простые примеры. Это число просто 2. Дело в том, что если здесь стоит 2, то всего у нас 0,1, это отчет нечетный, состоит из одного элемента, а группа из одного элемента, разумеется, циклическая. И еще 4. Почему? По модулю 4 у нас, имеющие нечетные числа, только 1 и 3, имеющие общие вести 11 число, 4 числа. Это 1 и 3, то есть плюс-минус 1. А плюс-минус 1, это группа из двух элементов, тоже она циклическая. Так вот, оказывается, вот полусписка. Либо степень нечетного простого числа, либо двойная, либо двойка, либо четверка. Во всех остальных случаях уже группа будет не циклическая. Давайте поймем, почему. Представим себе, что у нас есть число К, не являющееся степенью одного простого числа. А пусть в нем есть... Пусть в нем есть два нечетных простых числа. Вот представьте себе, что число К это есть какое-то там П1 в степени альфа 1 умножить на П2 в степени альфа 2 ну и так далее, и так далее, где П1 не равно П2 и это не двойки. Вот для начала представим себе, что просто есть два разных нечетных простых делителя. Тогда, что такое Фи от К? Это и есть Фи от П1 в степени альфа 1 умножить на Фи от П2 в степени альфа 2 мы помним, что функция Фи беспреквативная. И смотрите, какая забавная вещь. Вот это число черное. Помните, чем оно равно, да? П1 в степени альфа 1 минус 1 умножить на П1 минус 1 это число черное. И вот это число тоже черное. У этих чисел есть общий делитель двойка. И это все убивает. Правда, единственное, в этом месте мне очень нужна китайская теорема об остатках. Вообще, я как-то думал, что она очень простая, но, наверное, самое время ее сформулировать, потому что как раз при разговоре об этих обратимых элементах. Значит, китайский теорема об остатках звучит по следующему. Если М и Н взаимных растений в ранних числах, то кольцо вычетов по модулю М Н изоморфно кольцо вычетов по модулю М в прямой сумме с кольцом вычетов по модулю М. Давайте я объясню, что значит от слова изоморфно это значит, что любому элементу вот отсюда можно сопоставить такую форму элементов, что когда вы здесь два элемента складываете, то там то же самое будет приходить сложение. Если вы здесь умножаете, там будет происходить умножение. Почему это мне сейчас важно? А потому что я не докажу, но чуть потом. Потому что если мы уже знаем китайскую тюрему в остатках, то в таком случае для обратимых элементов у нас будет то же самое. То есть когда нас интересуют обратимые элементы по модулю М М то это то же самое, что обратимые элементы по модулю М при этом образом умноженные на обратимые элементы по модулю М Понятно, почему здесь стоит 200? Потому что мы рассматриваем операцию умножения. А здесь непонятно здесь одновременно и сложение и умножение Вот так Давайте договорю про вот эти вот самые степени потом буду так растет в остатках В чем здесь история? Если бы смотрите Если мы берем любой элемент отсюда и возводим его в степень φ от м умножить на φ от n Я напоминаю что функция это мусулькративно φ от m это φ от m умножить на φ от m И кстати заметьте вот это равенство содержит в себе мусулькративность Потому что здесь φ от m элементов здесь φ от n и значит если мы знаем китайскую тюрьму об остатках то мы заодно знаем муниципликративность функции d Так вот представьте себе что мы возводим x в такую степень замечательно что мы должны сделать мы должны его возвести здесь его область возвести в степень и после этого в степень φ и здесь возвести в степень φ и в степень φ так вот по теории эйлера здесь будет единица единица в степень φ это единица и здесь будет единица и все замечательно казалось бы я ничего интересного не получил потому что я и так знаю что по теории эйлера здесь будет единица однако что будет если φ от m и φ от n обе черные тогда я могу здесь позволить вот так вот и все равно получу единицу понимаете почему φ от n четное значит фи от n пополам делится целое число а x в степени фи от n здесь единица здесь φ от n четное значит оно пополам целое а здесь получается кетеремерная единица и значит не получится этой группе быть циклической потому что уже когда возводишь степень фи от n пополам уже получаешь единицу а чтобы было циклическое надо чтобы возводили возводили и только в последний момент когда возводишь степень фи от n получилось бы единица таким образом если верить китайскую тюрьму обостатках то не бывает чтобы простых нечетных множителей было бы два или больше понятно для циклической группы понятно хорошо а если какие еще бывают варианты для числака если там вообще нет простых такое надо проверить если это просто степень двойки ну во-первых про степень двойки мы здесь написали что два бывает четыре бывает тогда циклическая а вот начиная с числа восемь уже не будет циклическая для степени двойки это я сейчас очень легко объясню дело в том что когда вы берете нечетное число и возводите в квадрат то вы получаете единицу по модулю восемь правильно нечетное число это значит что группа z по восемь z со звездочкой не циклическая на самом деле она является прямым произведением группы рожденной числом минус один числом пять давайте я объясню пять в квадрате по модулю восемь двадцать это один поэтому смотрите какие бывают числа бывает один минус один пять и минус пять и когда они перемножаются то знак отдельно перемножается и отдельное количество пятерок когда вы множество состоящих седьминцы и минус единицы умножите на множество состоящих седьминцы и пятерки то вы в точности получаете произведение двух таких вот или если угодно состоящие с единицей минус пятерки и единицы и пятерки так тоже надо просто когда у вас группа из четырех элементов то по-разному ее можно отлагать в прямое произведение двух если вы возьмете не восьмом а какое-то другое другую степень двойки то эффект будет на самом деле такой же объясняю если вы берете х в степени 2 в степени m где х нечетное число то это будет единица по модулю 2 в степени m плюс 2 это очень простое утверждение наверное его имеет смысл сейчас быстренько доказать по индукции давайте посмотрим пусть мы уже знаем что х2 минус 1 обязательно делится на 8 когда х нечетное число берем х в четвертой минус 1 понятно что это х2 минус 1 умножить на х2 минус 1 так это число четное делится на 8 в результате делится на 16 так произведение четкого числа деляющегося на 8 делится на 16 хорошо Следующий шаг. x восьмой минус один. Ну, так же. Это x в четвертой минус один на x в четвертой минус один. Опять, это четное, а это мы уже знаем, что делится на 16. Ну и так далее. В общем, все. Вот здесь x в степени 2 в степени n дает единицу. А хотелось бы, чтобы порядок равнялся 2 в степени n плюс 1. То, что функция, когда числа 2 в степени n плюс 2, это 2 в n плюс 1 в степени, а не в n. Значит, опять, степень двойки, кроме чисел 2 и 4, не годится. Не бывает. Так, а где еще лент? Значит, то все. Два простых множителя не бывает. Ну, два нечетных в разных степенях. А, вот, я забыл. Если у нас имеется какая-то степень двойки, умножить на p в какой-то там другой степени. p простое нечетное число, а и b натуральные числа, причем а больше единицы. Почему так не бывает? Так, очевидно, функция рейлера от 1 числа, это есть 2 в а минус 1 умножить на функцию рейлера числа p в степени b. Но это число четное и это число четное. А что делать-то, когда у вас для взаимно простых чисел четное, я уже объяснил. Значит, все, что я сейчас говорил, станет верно после того, как я докажу китайскую рейлеру обосновку. Потому что я ей сейчас пользуюсь. Что на самом деле заниматься остатками по модулю МН, это то же самое, что отдельно смотреть на модуль МН и отдельно смотреть на модуль МН.